Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Не очень такой, наверное, привычный ракурс для вас, но зато, может, необычный немного. Сегодня видео не было, может быть, кто-то ждал, может быть, все-таки кто-то ждет видео от меня, но сегодня не было видео. Но, вы знаете, дело в том, что хотелось бы рассказать просто в качестве такого, что ли называется, видеодневника, даже, может быть, в таком формате. Вы знаете, что есть канал у меня, видеодневник Будда Гришна, но мне хочется здесь, чтобы побольше людей, что называется, обратную связь дали. Может быть, у кого-то была такая же ситуация. Вот магазин M-Video, я больше 10 лет являюсь покупателем этого магазина, и, ну, постоянно покупал я технику, любую какую, вот у нас, в принципе, даже не знаешь, в какой магазин еще пойти. Потому что, ну, остальные магазины как-то, во-первых, M-Video есть везде, их много, и поэтому как-то всегда все было нормально. Но, вот, последний раз, буквально вот это все происходило на этой неделе, и очень сильно сказалось, так сказать, на моем, в том числе и здоровье, потому что нервов не попили у меня, ой-ой-ой, сколько. Вы поймете, купил я холодильник. Холодильник купил, говорят, что без проблем, все, доставка. То есть, значит, прислали ссылку, зарезервировали товар, прислали ссылку, я оплатил, соответственно, сразу в течение где-то часа. И после этого назначили дату доставки, время, там, с 16 до 19.00. И никто не приехал. То есть, нет, доставки не было. Я купил товар, оплатил, доставки нет. Ну, естественно, я что делаю? Я выхожу, нахожу телефон горячей линии, звоню. А, значит, начинаю задавать вопросы, говорить, что так и так, такое случилось, как-то не быть, что делать. На что, значит, мне начинают сначала говорить, что холодильник находится в таком-то магазине, и почему-то резерв слетел. Потом начинают говорить, это все сотрудники колл-центра МВИДЕО. Начинают говорить о том, что, а вот вы знаете, вплоть до того, представляете, они мне что заявляли? Что якобы это холодильник, который продается, это так, со слов сотрудника колл-центра заявил ему, значит, сотрудник сервисной зоны магазина МВИДЕО, одного из магазинов. Что якобы этот холодильник продается на территории магазина МВИДЕО другим интернет-магазином. Представляете, такого быть не может, просто фантастика. То есть якобы какой-то интернет-магазин другой продает продукцию на территории хранящейся магазина МВИДЕО. Мне просто сейчас интересно, есть какие-то, есть люди вообще, которые таким же путем пострадали от действий там магазина МВИДЕО? Для меня это было просто супер неприятная неожиданность, потому что, ну вы понимаете, я всегда приобретал еще раз, никогда проблем не было. То есть максимум задерживали на два дня. Сразу предоставляли какой-то извинительный промокод там на 500 рублей, еще что-то. А здесь вот такая ситуация, и вот я звонил, причем ждешь минут 10, никто не позвонил. Никто не позвонил, не извинился, не сказал, что мы там перенесли срок доставки. Ну, в буквальном смысле ничего никто не сделал. Вот я сам названивал, звонил, добивался, разговаривал. Все говорили взаимоисключающие вещи. Одна девушка сказала сотруднице колл-центра, что привезут завтра, там послезавтра. Другой говорил там молодой человек, что не знает где он. То есть все говорили разное. И вы знаете, дело в том, что я потом звонил, мне заказ, там личный кабинет. Соответственно, заказ горит, что, там зелененьким, пошаговым, что готов к выдаче, так сказать, следующий там доставку курьера. И следующий там получен, нет. В одно время он стал получен быть, статус получен, представляете. То есть мне его никто не привозил, представляете, я оплатил товар, я его приобрел уже. Мне его не привезли, статус получен, это фантастика. На третий день, на третий день они мне объяснили, что потом стало отменен. Я ничего не делал с заказом. Они сделали какое-то обращение к вышестоящим руководству. Я спрашиваю, слушайте, ребят, ну какая проблема, да, ну вот какая проблема, если есть конкретный холодильник, так. Ну вот до смешного дохода. Есть заказ, номер заказа. Какая проблема, посмотреть, где находится вот холодильник, который под вот этот заказ закреплен, да. Ну какая проблема. Никто, представляете, за это время не сказал мне, нигде холодильник. Вот, ну, отходя, так сказать, от всех тем, которые мы рассматриваем. Может быть, это, конечно, совершенно другая тема или из другой оперы. Но, тем не менее, это же тоже вот реалии наших сегодняшних дней. Как, что работает вообще, в принципе, да. Никто не знает, где холодильник, что с ним случилось, почему его не отгрузили. То есть, потом они уже сообщили, что он не был, парень один проговорился. Я, наверное, звонил раз 15 в холл-центр. Все разные разговаривали с ним, ребята. Говорят, его не отгрузили по техническим причинам. Я говорю, то есть, это у вас прописано. Я не могу, говорит, сообщать полную информацию. То есть, я говорю, ну, значит, вы получили эту информацию? Частично. То есть, он пытается мне что-то сказать. Он, видимо, сказал больше, чем должен был. То есть, я понимаю так, что его не отгрузили. Мне просто обманывали, что он где-то в компомагазине есть. И вы понимаете, дело в чем? Дело в том, что я согласен, там был на другую дату доставки, еще что-то. То есть, вопрос не в этом. Вопрос в том, что это скотское отношение, когда тебе просто, ну, что называется, никто даже не позвонит. Никто не позвонит, никто ничего не скажет, никто ничего не объяснит. Создали какое-то обращение, оно вот сейчас висит, к вышестоящему руководству, который якобы должен со мной связаться, мне что-то объяснить. Более того, по-моему, позавчера утром, девушка говорит, я сейчас поставлю знак сигнала, это значит, что в течение 3-4 часов вам должны позвонить. Это срочность, там, и так далее. Никто не позвонил, короче. Никто абсолютно. Плевать всем просто вообще. Плевать всем, что человек заплатил деньги, что ему никто ничего не привез, и им всем вообще просто, как будто бы, понимаете, как будто этого человека просто не существует. Представляете, нормально, да, магазин работает? То есть, магазин продает товары, грубо говоря, человек заплатил деньги, ему не привезли никакой холодильник, и никого не волнует вообще, как это будет, ситуация решена. У меня там были бонусные баллы, вот, они мне в итоге вернулись, представляете, а деньги нет. Круто. То есть, мне бонусные баллы вернулись, а деньги, они мне так и не вернулись. Я оплачивал с карты. В итоге получается, что я опять дозвонился, говорю, слушайте, если бонусные баллы вернулись, ну, очевидно, это означает, если логическими помыслим, что, знаете, какой-то возврат осуществлен, правда? И статус заказа отменен. Это они отменили, в одностороннем порядке, просто, абсолютно, представляете? И он мне говорит, ну, да, это означает это. Я говорю, слушайте, вы мне скажете точно, то есть, это мы с вами логически вывели сейчас, да? Или это где-то прописано у вас, что осуществлен возврат? Это прописано. То есть, деньги вам должны вернуться на карту в течение, там, 7 дней. То есть, представляете, я, как бы, приобрел холодильник, то есть, какой беспредел творит магазинное видео просто, да? Я приобрел холодильник, мне его никто не привез, мне никто ничего не сообщил, я 3 дня названивал, чтобы что-то узнать. Значит, если бы я ничего не делал, сам не звонил, мне никто не звонил, со мной никто не связывался, при этом они сделали отмену и возврат, а деньги свои, которые я заплатил, я должен ждать еще 7 дней. Якобы это у них по требованию, так сказать, банка. Вот меня вообще волнует эта проблема. Это их, как бы, проблема. Ну, то есть, вы позвоните, скажите, там, извините, не знаю, поставщик подвел, там, еще что-то. Разные бывают проблемы. Но просто молчание, они дальше работают великолепно. Более того, ты заходишь, они тебя приветствуют. Самое издевательское, знаете что? Что под этим отмененным заказом написано, оплачен, не доставлено. И все. И написано, оцените заказ. То есть, я могу взять и оценить сейчас заказ. Как вы думаете, мне одну звездочку поставить или пять? Я под товаром пишу комментарий. Что вот так и так случилось, произошло и так далее. Они не публикуют комментарий. Ну, вы можете понять, да, какие комментарии они публикуют. То есть, в подлинности комментариев вам видео, я тоже сомневаюсь. Друзья, вот, понимаете, мне не хотелось это выносить вот так вот на широкую публику, потому что, ну, я не считаю это необходимым делать. Но просто, когда вот до такой степени маразм доходит, понимаете, когда до такой степени людей не считают просто за людей, я почитал вот просто ради интереса, зашел в интернет, почитал отзывы людей, да, вот. Но, вы понимаете, у них нет возможности вот взять, снять и чтобы увидело большое количество людей. Люди пишут, что кому-то привезли холодильник там или что-то, какую-то технику. Там вообще лежали документы предыдущего владельца. То есть, это, очевидно, сдали уже с дефектом каким-то. Но это я еще раз говорю, вот этого факта у меня подтверждения нет, потому что это просто в интернете написано, да. Но, как бы, это на форуме люди пишут, просто делятся. Таких случаев, как у меня, когда идет отмена заказа, и ничего не, как бы, люди не могут получить. То есть, вам что нужно делать в этом случае? Брать, опять тратить свое время, помимо того, что они уже вам попили нервы, да, прилично. И их вообще это не заботит. Вам нужно брать, писать заявление, значит, досудебную претензию, соответственно, с просьбой, так сказать, в соответствии, там, со статьями гражданского кодекса и, там, о защите прав потребителей. То есть, писать, отправлять это им на юроадрес, на фактический адрес, там, и так далее, потому что вы же онлайн заказывали, вы не в каком-то конкретном магазине купили, вы не можете принести в двух экземплярах, чтобы вам проштаповали на одном, там, что получили на вашем, и так далее. То есть, вы должны отправлять, ждать, и так далее. То есть, друзья, посмотрите, это просто фантастика какая-то. И мне вот просто интересно, вот среди подписчиков, среди зрителей, у кого-то еще вот что-то подобное с магазином M-Video было или нет. Потому что, когда мы с ними разговаривали, вы знаете, это настолько вот скотское отношение, вот просто скотское отношение, я по-другому сказать не могу. Просто плевать людям вообще. Вот если ты звонишь покупать, все, готовы просто все, что угодно. Вот никто до сих пор, представьте, до сих пор уже, там, какой пятый, там, четвертый, или шестой, я не знаю, день. Никого даже не взволновало то, что есть, там, грубо говоря, человек, который оплатил, еще на секундочку, оплатил заказ, купил этот холодильник, и никому нет дела вообще до того, что его никто не привез. Что человек ждал в это время, да, там, и так далее. Никому нет дела вообще. Никаких вышестоящих руководств, никто ничего не отвечает. То есть, я так понял, что вот тот паренек, который мне сказал, чуть больше, чем должен был, видимо, да, у них взаимодействие осуществляется, клиентам никто ничего не говорит. Это просто ужас, это бардак. Это бардак, который просто, понимаете, вот, это ужасно вообще на самом деле. И когда ты заходишь, или видишь рекламу, где там все у нас замечательно, у нас все прекрасно, это полный бардак вообще, абсолютнейший. Вот, друзья, такое я видео хотел записать сегодня, и мне интересно, еще раз повторюсь, у кого-то что-то такое подобное было с магазином МФИДИО, пишите в комментах. С вами был Будда Гришна, надеюсь, что у меня эта история вся завершилась благополучно, во всяком случае, я приложу все силы, чтобы она завершилась, так как, ну, с моей точки зрения, с точки зрения вообще здравого рассудка, она должна завершиться, да, и все, в принципе. Подписывайтесь, друзья, на канал, кому интересно, там куча новостей, я сегодня посмотрел, завтра с вами подробно все обсудим. Канал Будда Гришна Лайф, вместе мы силы, считаюсь только таким путем, можем с вами добиться чего-то, или обратить внимание на какую-то проблему. В данном случае, мне очень хотелось поддержать всех тех людей, которых вот я сейчас лежа на форуме прочитал проблемы, и дать возможность, если кто-то увидит из тех, у кого были проблемы с МФИДИО, дать возможность высказаться, написать, и как-то вот, как-то, что называть, свою историю, да, потому что они пишут на форуме, что пытаются там дописаться, да им видео еще куда-то. Я хочу, чтобы люди имели возможность просто сообщить, что называется, вот, да, я думаю, что это важно, это вот, это тоже очень важно, среди всех тем, которые мы обсуждаем. Друзья, подписывайтесь на инстаграм, Будда Гришна, нижнее подчеркивание, единичка на латинице, на русском, Будда Гришна, три российских флага, тоже интересный ресурс, много интересного, присылайте ваши новости, ваши истории, личными сообщениями. Всем удачи, друзья, всем пока, до встречи.